Родился я в 1968 году в городе Герой Москве. Живописью заинтересовался рано. Я помню, первый раз пошел. Четыре года меня отец повел в Тротяковскую галерею. Именно меня заворажила масляная живопись. Такая мощная, с какими-то ударами мощными, красочными. Ходили на выставки. Я помню, в первом, в втором классе дарили альбомы с художниками. Четыре года ходил в изо-студию. Конечно, маслом никто не давал писать. И акварельных как раз по существу не было. Так сложилось, что я не стал дальше учиться в этом направлении. Со временем проявились знакомности в естественных науках, в математике, в физике, в химии. Я решил поступить так неожиданно, вроде бы, в Московский университет. После первого курса забрали в армию. После успешно закончил оставшиеся пять курсов. Мне опять нравилось ходить в музеи. Была возможность поехать. Я объездил Париж, Италию. Был во всех музеях с утра до вечера. В Амстердаме трое суток было. То есть я не вылезал из музея Ван Гога. Музей современного искусства, в котором в основном состоит из картин Шагала, картин Кандинского и Малевича. И вот в этот момент мне захотелось вот именно подписать маслом. Я так потихонечку, потихонечку, ну, каждый день занимался работой и начинал свой путь. То есть, в принципе, я могу писать в любой технике. Но все шло в сторону более экспрессивного, экспрессивного в смысле более выразительного искусства. У русских художников, конечно, но больше всего не влияние, наверное, Коровин произвел на меня. Чего перечислять? В принципе, практически от всех художников я получаю то или иное удовольствие. В каждом художнике я для себя чего-то открываю. Может, одну, две картины, может, какой-то кусок картины. У меня тоже моя жизнь. И каждый раз, если я делаю новые шаги, она на меня тоже оказывает какое-то влияние. После этого я постараюсь делать дальше некие шаги. Сегодня я немножко пишу не так, как всегда. Сегодня мне хочется какую-то очень легкую работу сделать. Вот эти деревья, вот это настроение. Конечно, часто я делаю картины в один сеанс, а в лаприме, что называется. В русском эквиваленте такого нет названия, это итальянский термин. Ну и, конечно, технически работаю все делаю совершенно по-разному. Сейчас что-то мне захотелось, захотелось что-то сделать такого-другого. Такой, немножко более абстрактную работу сделать. Но большую часть картин, большого формата, конечно, делают многосеансные вещи. А маленького формата можно сделать чуть-чуть побыстрее. Ну и даже, если работа сделана вроде как бы в один сеанс, все равно потом она немножко где-то что-то меняется, что-то это. И микро-доработки всегда делаются. Минорная гамма краска, это вот эти фиолетовые оттенки. Оттенки синего, оттенки лимонного, желтого. Как раз вот зима, вот она и характерна. Серые безболвия. Да, вот сейчас какой-то такой лес мрачнеет все. Все мрачнеет. Здесь происходит непределенный некий эксперимент. Конечно, нельзя увлекаться белыми. Белые работы, чтобы они не были разбеленными, конечно, нужно делать, вначале, может быть, чуть более белыми, а потом заниматься лессировками. Ну и сразу у нас задача сделать некий этюд, уж маленького формата, вот, который, конечно, все работы небольшого, они, формата, они подготовительные. Теперь самый ответственный момент. Нужно к нему поставить подпись. Ну вот он, пейзаж уже практически готов. Самое интересное, конечно, будет дальше, когда вот эта краска чуть подсохнет. Вот, сейчас я еще посмотрю, как она будет выглядеть. Можно ее в рамочку вставить. У нас тут есть такие рамы. Теперь можно посмотреть. Да. Все. Ну и еще самый ответственный момент. Ответственный момент. Сейчас мы подпишемся. Подпишемся. Так. Обязательно надо подписываться. И теперь можно посмотреть, что же у нас тут такое случилось. Действительно, зимняя симфония. Она будет эффектно смотреться на темном фоне. Вот, сейчас мы ее посмотрим в интерьере. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...